Уже, казалось бы, обошел Лидея, но вот левой рукой не смог дотянуть, а вот Лидея в ответ уже убежала, сразу же заносит мяч сверху. Да, причем мы смотрим на Милутинова, он очень плотно пытался играть против Серхио Родригеса, не позволяет сразу же разбросаться с первых секунд армейцам. Поспетболисты находятся, а здесь Лидей пошел продавливать Андрея Воронцевича, Воронцевич не спорит, но вроде бы как показывает, да, фолл может я и сделал, за что? Руку тоже обратите внимание, папа Николау, подбор под своим щитом, Лидея в быстром нападении, ух ты, как там Хантер выпрыгивал его накрывать, какое столкновение интересное получилось. Здорово, Бежделиды, уже второй раз он нам показывает, как он умеет не переключаться сразу же моментально от защиты к атаке, и здесь Хантер вернутся, чтобы травму не получили, потому что так приземлялись, отчаянно. Я все-таки предполагаю, что по защите Лидея Хантер не показывает всего того, что пока не максимум Хантер в углу, еще раз Воронцевич не стесняется атаковать, здорово боролся. И потом нападение Курбанов, быстрая атака, третий отрывок, здесь я не скажу, что прям чисто убежал, но из-за того, что... Это наверху Лидея, у него забирает мяч Уремс Госс, через руку Хантер атаковал, здорово, Лидея там отработал. Лидея вылилась в шот 23-21 пользу Олимпиаду после первой четверти. У ЦСКА появился Клайбер, и сразу фолл зарабатывает Клайбер. Он не стал, не пошел обыгрывать, тезис там внизу себя предлагал, а это Лидея взлетает, и еще один блокшот от Кайла Хайнса. Первый вопрос, здесь правая рука, сопротивление он забивает под 90%, а уж без сопротивления. А вот что делал Лидея наверху на это раз? Да, пожалуйста, показал, что это... Два лидера наших по результативности, оба на площадке. Тут и Калова видит, что его пропускают в правую сторону. Приложил на левую, и заработал флот. Клайбер против Серхио Родригеса. Да, пытается сам, но не боится, не стесняется совершенно Кайла Хайнса. Ой-ой-ой, его там, по-моему, истинался как в стену. Давайте смотреть. Да, он не знал, с чем совершенно... А там летающий такой стенд-рояль. Вот сегодняшний матч с этими двумя блокшотами и этим эффектным данком все-таки мы узнаем того самого... Сам же сведение ушел через всю площадку. При этом мы видели, где он играл, типа, только от подбора защиты. Где он мог играть. Клайбер сходу будет обыгрывать клинтезисы. Ну, клинтезис, можно сказать, затруднил этот бросок. Мы замечаем, что не так много ошибок на обе команды. Как же, Клайбер развернулся, но нет. А как ледует? Удалось навести Клайберу. Точнее, Вильям Госсу удалось навести своего защитника на заслон. Тезис, какую передачу ему неудобную отдал Спанулис. А вот обратно и... Воу! И накрыли, и забил. Но быстрый отрыв получился. Тем более, когда выбегает Кори Хиггинса. Опасен во всех моментах и позициях. И была бой, который летает где-то там на... Всю вторую половину Спанулису ни одного очка не набрал. Хоть и появился на площадке. Хиггинс не набрасывает чуть-чуть. Продолжал накручивать. Накрутил на себя в округе. Но сейчас, я думаю, что Спанулису даже нужно начинать просто поливать издалее. Получил пас. Надо было сделать эти шаги на пару десятых пораньше. Лучше на секунду пораньше. Но опять же, было бы, чтобы... Ну вот, сходу пошел, а Лидей вообще этого не боится. Да, Лидей, даже если там выпрыгивает куда угодно, мне кажется. Убежали все, выброси некому. Но Клайбер насвободился все-таки от опеки.